Круглый стол по вопросам иностранных студентов. Снова мошенники. Новый сервис госуслуг. Защита покупателей от обмана. Во всем виноваты гены. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Валерия Карташова. Студенческие годы должны быть незабываемыми. 12 сентября в культурно-спортивном комплексе Уникс пройдет экскурсия студенческой жизни, на которой студенты увидят красочное представление и смогут познакомиться поближе со структурой университета. 12 сентября состоится большая концертная программа для студентов первого курса, экскурсия по студенческой жизни. Также в рамках данного мероприятия состоится день открытых дверей. День открытых дверей пройдет по всему Униксу от пятого до первого этажа, где будут представлены все общественные организации, с которыми студенты первого курса могут познакомиться. В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание круглого стола, посвященное правовому положению Института поддержки иностранных студентов России. О ходе обсуждения расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. В Казанском федеральном университете при участии уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой прошло заседание круглого стола, где обсуждались проблемы правового положения иностранных студентов в России. Коллеги подняли вопрос о проблемах, с которыми могут столкнуться иностранные студенты во время обучения в российских вузах. Модераторами беседы выступили проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев и уполномоченная по правам человека в республике Татарстан Сырия Сабурская. Были отмечены все тонкости социализации иностранных студентов в университетах Российской Федерации, а также основные сложности, в том числе правовые, которые возникают в период первичной адаптации зарубежных обучающихся. Также были выделены способы решения любых возникающих барьеров для более успешного начала учебного года. Есть большое количество мероприятий в рамках бытовой адаптации, о которых я сказал, культурной адаптации. Это различные мероприятия, которые мы проводим в рамках фестивалей различных дней национальной культуры и так далее. Ребятам очень интересно показать свои танцы, кухню, костюмы. Они делятся этим очень активно. То есть вот такая работа у нас здесь проходит. С докладом также выступил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин, который в своей речи разобрал основные причины отчисления иностранных студентов во время обучения в России. В числе первостепенных недостаточное знание русского языка и финансовые проблемы. Было предложено несколько возможных путей решения, и среди них самым важным стало повышение требований к знанию языка иностранными студентами. В начале каждого учебного года для студентов первого курса проводятся информационно-развитительные мероприятия. На собрание приглашаются представители управления по вопросам миграции, сотрудники психологических служб центров, представители министерств и ведомств религиозных и общественных организаций. При участии общественных организаций, национальных и культурных объединений, заинтересованных министерств и ведомств проводят информационные встречи, лекции. В течение учебного года в данную работу вовлекаются, конечно, практически все иностранные студенты. Также на заседании прозвучал доклад министра по делам молодежи Республики Татарстан Рината Садыкова, который отметил, что в современных условиях обучения необходимо учесть важность проведения мероприятий международного масштаба, в том числе форумов. Ярким примером успешной работы с иностранными студентами и их первичной социализации и знакомству с Россией является бизнес-форум «Ростки», где лейтмотивом всего мероприятия стало укрепление партнерских отношений между Россией и Китайской Народной Республикой. Работа со студенческой молодежью в целом и иностранными студентами мы как орган государственной власти выстроили на четырех приоритетах так называемые программно-целевые подходы. Первое – это, безусловно, конечно же, наша государственная региональная программа развития молодежной политики в Татарстане. Второе приоритет – это поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Третье приоритет – это развитие и реализация государственной программы. Четвертый приоритет – сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан, русского и татарского языка, безусловно. По результатам круглого стола коллеги пришли к выводу – комфортная адаптация и социализация иностранных студентов – приоритет любого вуза. Именно поэтому стоит продолжать модернизировать и совершенствовать систему общения с зарубежными обучающимися. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Мошенничество, кражи личных данных и чувство небезопасности в сети – все это, к сожалению, до сих пор актуально. Все потому, что ежедневно появляются все новые способы украсть личные данные пользователя в сети. Из-за этого с каждым годом количество пострадавших от интернет-аферистов растет. В следующем сюжете мы расскажем о новой манипуляции сетевых злоумышленников и о том, как защитить себя от них. Тема мошенничества в 21 веке не нова и, к сожалению, продолжает развиваться. Так, в сети появился новый способ украсть у пользователя его личные данные. Для этого злоумышленники рассылают письма с угрозами. Если пользователь не подтвердит свою электронную почту, то аккаунт якобы удалят навсегда. В ответном письме с человека требуют его личные данные – фамилию, имя и логин с паролем от личной страницы в социальной сети. На ответ отведено всего 48 часов. Злоумышленники морально давят на человека и искусственно вводят в панику. Мошенничество относится к самым простым видам социальной инженерии. При этом используется всего один шаг. Вам достаточно ответить на письмо, в котором у вас запрашивают пароль, логин к вашей электронной почте и все данные в руках у мошенника. Срабатывает всего один триггер. Самый простой для человека – это страх. Без подробностей кажется, что схема стара как мир. Но, увы, мошенники знают, как заставить людей поверить во все. Так и здесь. В письме указано, что базы данных обновляются, и все неиспользуемые учетные записи будут удаляться. А для того, чтобы проверить, что страница точно активна, нужно срочно это доказать. Оформление письма выглядит максимально неподозрительным. Злоумышленники представляются неким центром обмена сообщениями хостинговой почты. А в тему ставят слова, из-за которых спам выглядит как настоящее техническое сообщение. Как только человек отправляет все свои данные, аккаунт полностью переходит в руки интернет-злодеев. Личная информация, кстати, тоже. Путей борьбы с указанным видом мошенничества всего несколько. Для этого вам нужно критически относиться к получаемой вами электронной почте. Не пугаться, когда вам ставят краткие сроки на то, чтобы вы предоставили свои данные. А технически вы можете скопировать адрес, либо название организации, которая запрашивает у вас данные, и поискать в интернете. И вы поймете, что это мошенники с первых же ссылок. Чем проще схема мошенническая, тем быстрее она срабатывает. Потому что с каждым действием пользователя возрастает вероятность того, что вы поймете, осознаете, что вас пытаются обмануть и остановитесь. Но даже если появляется все больше и больше способов обмануть пользователя в сети, то также появляются и способы обезопасить себя. Одни из самых действующих методов так называемой профилактики от мошенников ставят действительно сложные пароли, которые сложно разгадать. А также пользоваться двухфакторной аунтификацией. Так вы будете знать, когда злоумышленник попытается взломать ваш аккаунт и сможете быстро принять нужные меры. Обратиться в службу технической поддержки поставщику услуг. Есть специальные меры по реагированию на подобные инциденты. Если аккаунт уже был взломан, его можно восстановить. Если осуществлялись только попытки, вы должны применять пароли как в своем аккаунте, электронной почте, так и во всех остальных своих аккаунтах. Безопасность в интернете, безусловно, важна. Под угрозой личные данные, информации и даже денежные средства. Специалисты рекомендуют проверять всю поступающую информацию и не поддаваться на провокации, а в случае неизбежного обращаться за помощью. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс. Госуслуги ввели новую функцию, благодаря которой при выборе товара в магазине можно узнать всю необходимую о нем информацию, вес, объем продукта, срок годности и данные о производителе. Все будет доступно покупателю на экране его смартфона в один клик. Обо всем по порядку расскажем в следующем сюжете. Еще в 2019 году была создана программа по маркировке продукции под названием «Честный знак». Ключевой цель ее создания стала борьба с некачественными продуктами, а также с подделками. Сначала маркировке подвергались лекарства, а затем она распространилась и на остальные товары, такие как одежда, обувь, парфюмерия. Ежегодно список товаров обновляется и пополняется. На сегодняшний день для проверки доступны следующие категории. Лекарства, молочная продукция, вода, обувь, табак, товары легкой промышленности, духи, туалетная вода и многое другое. С одной стороны, потребитель получает однозначно легальную, хорошую, качественную продукцию. Он уверен в сроке годности, он уверен в происхождении. С другой стороны, дополнительное введение этих систем, естественно, включает за собой трудозатраты, финансовые затраты, что перекладывается так или иначе на потребителя и немножко повышает цену. Понятно, что в момент внедрения этой системы возможен рост цен, но потом, когда это все, простите, устаканивается, то, естественно, и цены будут выравниваться. Как же можно проверить качество товара с помощью сервиса госуслуг? Каждый производитель или импортер маркирует продукцию цифровым кодом «Честный знак», похожий на QR-код. Покупателю необходимо его отсканировать, нажав на госскан в мобильном приложении портала государственных услуг. Сервис выдаст один из трех результатов. Зеленый, что говорит о том, что товар качественный. Серый – продукция продана. Красный – есть какие-то нарушения или велика вероятность, что товар подделан. Если описание продукта на экране вашего телефона не совпадает с надписями на этикетке, можно отправить письмо в приложение «Честный знак» о соответствующем нарушении. То есть при производстве определенным образом в упаковку зашифровывается информация о товаре, и, соответственно, эту информацию, конечно, подделать можно, но она, поскольку на упаковке уже есть, то ее оттуда никто не сотрет. И поэтому, если вы подходите к товару, видите, что на упаковке действительно присутствует такой вот знак, то вы можете быть уверенными, что та информация, которая получится при считывании этого знака, она будет правильной, корректной. Большим преимуществом данного сервиса является удовлетворение потребностей каждой из сторон. Для производителей маркировка способна поднять конкурентную способность бизнеса и уменьшить издержки. Потребители, благодаря наличию цифрового кода на товаре, осведомлены о его качестве и подлинности, а значит, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Государство же борется с серым рынком, повышает количество доходов от налогов и таможенных сборов. По словам экспертов, госскан от госуслуг – это продолжение развития программы маркировки «Честный знак». Это эффективная мера, позволяющая контролировать качество продукции и удовлетворять потребности всех участников рынка. Дарина Кудренова, Кристина Отёкина, Александр Кузнецов. Универ Ньюс. Учёные из Великобритании и Соединённых Штатов Америки смогли выявить связь между генами и родительской вовлечённостью воспитания детей. Психогенетика – наука, изучающая особенности психики, а также роль среды, наследственности, формирования личности. Можем ли мы изменить свои гены, а с ними свой характер, узнавал Николай Суховский. На сегодняшний день генетика является одной из основополагающих наук современной биологии. Но так было не всегда. Несмотря на то, что люди всегда интересовались наследственностью, им не удавалось объяснить механизмы передачи наследственных черт своим потомкам. В 21 веке данная отрасль науки занимает главную роль в жизни общества. Знания в области генетики находят широкое применение – от культивирования овощей и фруктов до борьбы с раком и заболеваниями мозга. Но развитие получает также и направление психогенетика, которое больше применяется психологами для изучения поведения и характера человека на основе генома. И совсем недавно учёные из Великобритании и Соединённых Штатов Америки смогли найти связь между генами и родительской вовлечённостью воспитания детей. Во-первых, для того, чтобы узнать, какой ребёнок будет по генотипам, мы должны проанализировать его гены. В принципе, на сегодняшний день мы не можем заранее взять и просто по желанию проанализировать все гены человека. Это, по сути, по новой секвенировать его геном. На сегодняшний день всё ещё до сих пор ведётся работа по поиску тех генов, которые могут принимать участие в развитии, как поведенческих признаков, как физиологических даже признаков. И выявляется множество генов, которые могут отвечать в той или иной степени за каждый из этих признаков. И сочетание этих генов порой создаёт какие-то отклонения от нормы. Гены через родителей передаются и от других предков. Поэтому точно сказать, что мы добрые именно в папу или маму, не получится. По нынешним исследованиям, примерно 30-60% личностных черт наследуются. Даже один и тот же набор генов у родителей и детей не гарантирует один и тот же результат. Злые и добрые люди встречаются с самым разным набором генов. Точно сказать, каким будет поведение человека в будущем, невозможно. Исследования показывают, что гены могут влиять и на доброе, и на плохое поведение. Но найти так называемый ген добра или зла учёные пока не смогли. Предсказать мы не всегда можем, потому что это гены не стопроцентного действия. Это гены мультифакторные, то есть они зависят друг от друга и от внешней среды. И поэтому, когда вы даже в будущей, в перспективе, когда вы сможете сказать, что вот этот ген участвует в том-то и том-то, вы никогда не исключите действия средовых факторов, которые могут изменить направление развития. Учёные также изучили зависимость ментального здоровья родителей и детей и выяснили, что психиатрические заболевания наследуемы. Исследования также показывают, что родительское поведение отчасти тоже объясняется генами. И, возможно, если у ребёнка будут вовлечённые родители, то их гены вовлечённого родительства передадутся и ему. Психогенетика – довольно молодое направление. В ближайшем будущем учёные смогут более точно ответить на вопрос, связанный с генотипом человека. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом всё. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!